Обама Гейт Мог почерпнуть для себя информацию и сделать из нее свои выводы. Самый лучший способ узнать, что реально творится, это самому получив факты, сопоставить и размышлять логически. Ведь когда ты сам исследуешь что-то, взвешивая все за и против, ты можешь узнать правду. Ну что, поехали? 10 и 16 мая Трамп опубликовал твит Обама Гейт, который набрал больше 3 миллионов твитов и стал топовым хэштегом по запросу политика в Твиттере. Для начала, кратко подытожим предшествующие этому твиту события. Начиная с эпидемии COVID-19, Google разблокировал информацию по ключевым словам. Педофилия, пиццегейт, адренохром. Тема пиццегейт стала обсуждаться на просторах англоговорящего интернета в США в период президентских выборов Хилари Клинтон и Дональда Трампа в 2016 году. Пиццегейт – это скандал вокруг педофилии, торговли детьми и ритуальными насилиями, в который была вовлечена Хилари Клинтон и элита. Тема получила резонанс в 2016 году. WikiLeaks опубликовал имейлы Джона Подесты, начальника предвыборного штаба Хилари Клинтона. И на основе этих переписок с известными людьми и владельцем пиццерии исследователи обнаружили подозрительные совпадения, кодовые слова, а также фотографии с Инстаграм и другие косвенные признаки педофилии. А сопоставляя факты, пришли к выводам о регулярных встречах членов тайной педофильной организации, где практиковались сатанинские ритуалы с насилием для бога Молоха. Молох, Баал, Мелхом – это все одно и то же древнеегипетское вавилонское божество, которое по-разному называлось в разных народах. И именно Молоху приносились жертвы дети. Бафомет – это более позднее название этого же божества. Журналист Лис Крокин, известная по фильму «Унятение», провела свое личное расследование по этой теме и пришла к тем же выводам. Также она обнаружила связь не только политиков, бизнесменов, но и выявила связь ЦРУ, разведки, а также музыкантов, звезд и актеров Голливуда в этих ужасных делах. Она стала публиковать серии статей на тему элитной педофилии и сатанинских ритуалов, трубить об этом везде, где только можно, но была не принята коллегами-журналистами и была высмеяна ведущими СМИ. Я могу спорить с любым, кто думает, что Пицца-Гейт – это все развеянный миф. Когда тема Пицца-Гейт всплыла, то все СМИ пытались перековеркать эту тему во что-то несуществующее. Взрыв фейковых новостей оказался сюрпризом предвыборной кампании. Запомните все, что касается Пицца-Гейт. К этой теме мы еще вернемся. Идем дальше. Утекшие мейлы по Десты, личные переписки Хиллари, появившиеся на Викиликс, а также найденные файлы на ноутбуке мужа помощницы Клинтона, ныне осужденного педофила и бывшего конгрессмена Веймера, подорвали авторитет самой Хиллари Клинтона. И раскрыли тщательно скрываемую тайну о педофилии, жертвоприношениях и ритуальных убийствах детей. Трамп использовал эту тему не раз, намекая общественности на темные тайны демократов и глубинного государства. Заявил, что она сядет в тюрьму и что ей есть что скрывать. Ведь даже невооруженным взглядом видно, что вся эта тема о детях, насилии и педофилии, сатанизме явно всплыла, а во время появления Трампа стала неминуемо вылазить наружу. Как бы они ни старались замалчивать, скрывать, высмеивать и игнорировать эту тему, она, как яркая вспышка во тьме, как пузыри воздуха, поднимающиеся из темных глубин океана, всплывала наружу. 2007 год. Рассекреченный документ ФБР, в котором ФБР приводит разъяснение различных условных кодовых слов и символов, которые педофилы использовали, чтобы выражать свои предпочтения в детях. Давайте рассмотрим вот этот скрученный треугольник. Эта картинка означает «люблю мальчиков». А теперь рассмотрим эмблему на пиццерии Комета Пинпонг и Беста Пицца. Буквально несколько недель назад у них был вот такой логотип. А вот еще одно заявление Трампа. «Все надеются, что правосудие наконец свершится», — сказал он толпе, назвав случившееся крупнейшим политическим скандалом со времен Лотергейта. ФБР никогда не возобновило бы расследование, не будь там признаков вопиющего преступления. Вот мы подходим к самой сути, что же такое Обама Гейт. Высказывание Трампа о том, что это скандал, подобный Уотергейт, дает нам понимание самого выражения «гейт», которое теперь у всех на слуху. «Пять человек были задержаны в Вашингтонской штаб-квартире Нацкомитета демократов». «Уотергейт» имеет историческое значение для США. «Мы знаем, что люди, вломившиеся в Уотергейт, лишь пешки в чьей-то большой игре». Он связан с отставкой президента Никсона, единственной отставкой при жизни президента, в связи с участием разведки и шпионажа республиканцев над демократами во время предвыборной кампании. Слово «Уотергейт» поможет нам разобраться в этой теме и отделить плевелы от пшеницы. «Уотергейт» связан с самым скандальным политическим предвыборным делом США. Также «Уотергейт» — это комплекс зданий в центре Вашингтона, включающий в себя отель, в котором и случился скандал. Суть скандала «Уотергейт» можете изучить самостоятельно по ссылке в описании. Слово «Уотергейт» получило нарицательное употребление и вошло в политический словарь многих языков мира, которое стало означать скандал, ведущий крафт и карьеры определенного главы государства. А вот второй корень в названии отеля «гейт» стал суффиксом, используемым для названия новых скандалов. Ирангейт при Рейгене, Моникагейт при Клинтоне и т.д. Именно отсюда педофильное слово «пицца» получило свой суффикс «гейт». Теперь нам становится понятен твит Трампа «Обама-гейт». Это назревающий скандал, напрямую связанный с Обамой и его администрацией, а также имеющий схожесть с «Уотергейтским скандалом». Он был некомпетентным президентом, все, что я могу сказать. А вот здесь начинается самое интересное. Трамп выигрывает выборы. Его администрацией есть советник, бывший демократ, директор разведки, генерал-лейтенант Майкл Флинн. Майкл Флинн напрямую связан с термином «Обама-гейт». Флинн – это бывший директор разведки в Объединенном командовании специальных операций в период с июля 2004 по июнь 2007 года. Он служил в Афганистане и Ираке. Он был директором разведки в Центральном командовании с 2007 по 2008. Также директором разведки в Генштабе с 2008 по 2009. А дальше – директором разведки в Международных силах «Содействие безопасности» в период с 2009 по 2010 года. В сентябре 2011-го Флинн был повышен до генерал-лейтенанта и переведен в офис директора национальной разведки. Очень влиятельная и важная фигура в команде Трампа. Генерал Флинн знает многое о теневом глубинном государстве и педофилии. Я более 10 лет работаю с рядом людей на делах о педофилии, как элитной привилегии. Для демократов это на самом деле как специфический вкус. Джон Подеста – это еще слабенький педофил. А вот республиканцы и банковская элита – это те, кто действительно вывел это в высшую лигу. Есть целые рестораны Саудовской Аравии с подвалом в Вашингтоне, где вы можете заказать детей как блюдо в меню. Это то, о чем мне рассказывали. Я никогда не был в этих ресторанах, никогда не заказывал ребенка как блюдо. Педофилия – это их ахиллесово пита, и Дональд Трамп это знает. Флинн не был уволен, потому что он типа звонил русским. Я напомню вашим зрителям о том, что Генри Кессингер саботировал мирные переговоры в Париже и убил 20 тысяч американских солдат и сотни тысяч других, лишь ради того, чтобы помочь Ричарду Никсону победить на выборах. Хиллари Клинтон продала Сирию и Йемен в Саудовской Аравии за десятки тысяч миллионов долларов. Флинн был уволен, потому что он имел наглость думать, что может указывать Матису и Теллерстону, что им делать. Также он успел выбесить вице-президента. Звонок Флинна включительно, а это инсайдерская информация, звонок Флинна включал разговор об списке высокопоставленных педофилов Соединенных Штатов, один из которых лучший друг Майка Пенса, вице-президента. А Флинн не сообщил об этом Пенсу. А это в конце концов вылезло наружу. Флинн вместе со своим сыном рассказывали правду о пицце-гейт и имейлах, а также секс-преступлениях. Также он знает, где захоронены тела детей, поэтому не зря он был атакован группой глобалистов и кабал в лице демократов. После победы на выборах в США в 2016 году президент Дональд Трамп предложил Майклу Флинну постсоветника по национальной безопасности. Он был назначен на эту должность в январе, а уже 13 февраля вынужденно подал в отставку. После разразившегося скандала было начато расследование специального прокурора Мюллера, в ходе которого генералу Майклу Флинну были предъявлены обвинения за дачу ложных показаний в ФБР о его разговоре с российским послом. Этот скандал, получивший название «Рашигейт», говорил о якобы вмешательстве России в предвыборную гонку Трампа и Клинтон и о том, что якобы Россия специально помогла Трампу победить на выборах, скомпрометировав Клинтон через слив данных на Викиликс. ФБР, возбудившие дело против Флинна, действовали по приказу на тот момент еще существующей администрации Обамы, которая использовала свои последние рабочие дни и полномочия для дискредитации команды Трампа. И вот недавно, в мае 2020 года, Министерство юстиции США на основании решения генпрокурора США спустя три года заявило о прекращении уголовного преследования генерала Майкла Флинна. Это оказалось важным событием и победой Альянса Трампа, а также его борьбы против глубинного государства. Еще одним событием была смена руководства американских силовых структур, которые вскрыли архивы предшественников, из которых наружу всплыли очень неприятные факты, особенно для тех, кто все еще верил в американские силовые структуры и систему юстиции и не признавал наличие глубинного государства. «Имеются косвенные доказательства заговора». Это более, чем косвенные доказательства. Я думаю, это прямое доказательство. Это доказательство не просто косвенное, это обилие доказательств заговора. Да, этих доказательств заговорей достаточно, они у всех на виду. Кортни рассекретил протоколы, скрывавшиеся все это время, а Шиф говорил абсолютно противоположное, только что рассекреченным архивом. Позор Шифу! Просто посмотрите на это. Бывший директор нацразведки, при поддержке президента Обамы, Джеймс Клеппер, цитирую, «Я никогда не видел никаких прямых доказательств того, что компания Трампа или кто-то в ней сговаривается с русскими». В 2017-м Саманта Пауза свидетельствовала, что у нее нет никаких доказательств. Сьюзан Рай сказала, нет даже намека на доказательства. Сама Эд сделала вывод, нет никакого сговора. Они верили, что все будет шито-крыто, шли на ТВ и говорили абсолютно противоположное. Все было срежиссировано и спланировано ФБРцем Клипером Брэндоном в овальном кабинете при поддержке президента Обамы. Это массовое сокрытие величайшего скандала в американской истории. Во-первых, выяснилось, что коалиция глубинного государства в лице демократов, используя ФБР, пытались исключить Флина из игры и сделать так, чтобы расследование против администрации Трампа продолжалось, и слабев его полномочия как президента Америки. Во-вторых, скрылись факты, что сам Барак Обама и Джо Байден поддерживали нелегальное расследование против Флина. А также другие представители уходящей президентской администрации знали об этой схеме и поддерживали ее, чтобы не дать законно избранному президенту Трампу занять свою должность. Из чего следует, что Байден и Обама могут отправиться под трибунал вместе с целой плеядой руководителей американских шпионских и контрразведывательных структур. И это долго затянувшееся преследование против Флина, длившееся несколько лет, на тот момент являлось наглядным доказательством того, что Трамп, как президент США, не контролировал американские силовые структуры. Но теперь все изменилось. И борьба продолжается. Трамп уже выдвинул обвинение пока что не в акте прокуратуры, а в своем твиттере через одно единственное слово Обама-Гейт. Это нас приводит к самой сути, что же есть Обама-Гейт. Первое. Обама-Гейт – это политический скандал, напрямую связанный с президентом Обамы, его администрацией и демократами. Со шпионажем, попыткой госпереворота, с использованием манипуляций через ЦРУ и силовые структуры. Это лучший секретный проект, над которым мы работали так долго. Эй, что ты тут делаешь? Он попался на шпионаже! Скажу еще раз. Они попались на шпионаже! Второе. Обама-Гейт – это раскрытие глубинного государства и его тайного управления. Третье. Обама-Гейт – это тайные связи властей и политиков со всего мира. Это глобальная сеть влиятельных людей, которая годами работала в тени и замешана в торговле людьми. Четвертое. Обама-Гейт – это оккультный фактор, действующий в тени. Это вселенское зло и тьма, которые управляют сильными века сего. Это падшие. Это рептилии, если хотите. Можете называть их как угодно. Это те, кто плетет свой заговор против Творца. Многие века, желая привести этот мир к единственной точке. Извратить все сущее на земле посредством изменения ДНК, внедрив в каждое дышащее свое сатаненское семя через вакцинацию, эпидемию и изменение личности. Все это и есть Обама-Гейт. Обама-Гейт – это уже длится долгое время. И это началось еще до того, как я был избран. Это позор, который случился. Если вы посмотрите на то, что происходит, и увидите всю ту информацию, которая распространяется, как я понимаю, это только начало. Кое-какие ужасные вещи произошли, которые никогда не должны повториться в этой стране снова. Вы увидите, что произойдет в ближайшие дни. Я бы хотел, чтобы вы честно писали об этом, но, к сожалению, вы решили не делать так. Да, Джон, пожалуйста. А о каком преступлении вы говорите? Вы знаете, о каком преступлении идет речь. Преступление, которое очевидно для всех, о котором вы должны читать во всех газетах, исключая ваше. Вы посмотрели наш ролик и краткий взгляд на тему Обама-Гейт. Мы старались дать краткую информацию и навести вас на...